Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы с вами продолжаем наше мысленное путешествие по Святой Земле, продолжаем наш цикл, который называется «От Дана до Версавии». И если в прошлый раз мы с вами начали наш обзор Святой Земли, ее памятников, ее древностей с самого севера, с предгорей горы Ермон, с рассказа об этой горе и о тех исторических и религиозных ценностях, достопримечательностях, которые хранят ее склоны, ее предгория, ее вершины, то сейчас мы с вами спустимся несколько ниже, если смотреть по карте, то есть южнее, и окажемся в самом центре области, которая до сих пор носит древнее название Галилея. Галилея – это именно то место, где провел первую большую часть своей земной жизни Спасителя. Есть такое замечание о том, что только в Галилее Спаситель мог родиться и только в Иерусалиме, в смысле мог провести первую часть своей жизни, и только в Иерусалиме мог быть распят. Действительно, когда сравниваешь эти две такие разные, хотя по нашим меркам совершенно близкие области Святой Земли, то поражаешься тому, насколько они отличаются друг от друга. Пышная, цветущая Галилея, наполненная цветением, наполненная травами, деревьями, наполненная жизнью. И сухие, голые окрестности Иерусалима, да, собственно, и сам этот каменный город, который, конечно, очень уступает по своей такой вот природной живописности, великолепию цветущей Галилеи, которая, в общем-то, приняла первые проповеди, первые чудеса, первые звуки учения Спасителя. Область эта, ну, там разные есть объяснения того, что означает ее название Галилея. Некоторые считают, что это указывает на такую особую волнистость этой местности. Другие объяснения говорят о том, что это, собственно, вот Галилея, это и есть область, древнееврейское слово, которое означало вот какую-то отдельную такую область страны. Ну, сейчас уже не так уж и важно, какое именно из этих суждений является правильным. Ну, в общем, сейчас это такая значительно большая, значительная большая часть Святой Земли, которая простирается от гор Ливана и Антеливана на севере, которые служат и такой естественной границей. На юге она ограничивается горами Гильбаа и горами Самари. И также с востока ее ограничивают долины реки Ордан и Израильская долина. Ну, а на западе она имеет своими естественными пределами побережье Средиземного моря. Вот это такая, как бы, долина, которая находится по большей части ниже уровня моря, широкая такая, достаточно холмистая равнина. Так принято разделять ее еще на некоторые регионы. Принято выделять, собственно, верхнюю Галилею, которая лежит выше Галилейского озера, нижнюю Галилею, которая начинается примерно от древнего города Бетшан или Скифополь, как он назывался в греческие времена. Ну, также иногда еще выделяют западную Галилею. Это то, что лежит непосредственно вдоль побережья Средиземного моря от горы Кармил на юге и до Ливанских гор на севере, до Рошпины и Рошаникры. А также еще иногда выделяют в такую отдельную, как бы, часть так называемые Галиландские высоты. Это западный берег Галилейского озера. Ну и Галилейское озеро – это как раз-таки то место, где Господь наиболее деятельно проповедовал в первые годы своего общественного служения. Этому можно найти естественное объяснение. Дело в том, что берега, окрестности Галилейского озера лежали поблизости от родного города Спасителя, от Назарета, где он провел, как мы знаем, со своей семьей основную часть своей земной жизни. Родившись в Вифлееме, он затем вынужден был бежать в Египет. А по возвращении святой праведный Иосиф со своей семьей обосновался именно в городе Назарет, отчего и сам Спаситель получил такое исторически укрепившееся за ним прозвище Назарянина. В то же время его зачастую называли и Галилеянин, тоже по имени той самой области Галилеи, в которой находится город Назарет. И вот от Назарета до берегов Галилейского озера, в принципе, совершенно недалеко. Там может быть где-то примерно километров 30, если идти от Назарета напрямик через горы, как зачастую собственные дела Спасителя. И поэтому, будучи не принят в своем родном Назарете, где жители, как мы знаем, хотели сбросить его с вершины горы, на которой был построен город, за ту дерзновенную смелую проповедь, которую он произнес, опираясь на слова пророка Исаия в синагоге Назарета. И поэтому Спаситель переместился туда, где люди с готовностью уже могли принять его проповедь, где он быстро нашел много сочувствующих своему учению, и где обрел, в общем-то, основное число своих учеников, в основном бывших уроженцами как раз-таки ближайших окрестностей Галилейского озера. Галилейское озеро – это такой самый крупный водоем, не считая Мертвого моря, наверное, и всего Израиля, ну и тем более Галилеи. На еврейском языке это озеро называется Кенерет или Кенерет-Ям. Ну, Ям – это вообще в еврейском языке общее название для всех сколько-нибудь таких больших скоплений воды. Там нет, собственно говоря, строгого разделения между озером и морем. В общем-то, еврейский народ не отличался особенно такой склонностью к мореплаванию, ну так исторически не имел такой возможности по большому счету, ну и очень был привязан к своим стадам, к своим землям. Поэтому среди евреев в древности не находим мы особо каких-то выдающихся мореходов. Эту роль для них выполняли в основном моряки-финикийцы, которые и заняли своими поселениями большую часть всего побережья Средиземного моря, а также, как мы знаем, построили для Соломона порт на Красном море, Афир. Но вот зато на Галилейском озере, которое в представлении евреев также было морем, как и Средиземное море, поэтому называлось Ям, там вполне хватало рыбаков и тех, кто решался переплыть это озеро из конца в конец на своих небольших корабликах, лодочках. Тем более, что озеро по большому счету не отличалось величиной. Его наибольшая протяженность порядка 20 километров, а наибольшая ширина, ну, порядка километров 13, может быть, иногда 15. Здесь все эти характеристики, они довольно условные, потому что уровень воды в озере очень сильно меняется в зависимости от сезона, в зависимости от того, какие пройдут дожди. И уровень воды может упасть или подняться буквально на несколько метров, в зависимости от того, насколько обильным был зимний сезон дождей, насколько полноводен был Иордан, и сколько удалось получить озеру воды из окрестных источников. Ну, главным источником Галилейского озера является священная река Иордан. И вообще в этом смысле Кенерат, Галилейское озеро, это такой уникальный вдоем, поскольку Иордан, беря свое начало в Ермонских горах, впадает в это самое Галилейское озеро и вытекает с другой стороны. Окончательной точкой его впадения является уже Мертвое море, которое собирает все воды Иордана, которые спускаются в него с севера. Это такой довольно редкий в природе случай, когда река как бы протекает озеро насквозь, разливаясь, а потом выходя с другой стороны. Глубина озера, она порядка 25 метров в самой такой нижней своей части. И вообще озеро, кстати говоря, уникально тем, что это самый крупный водоем, который находится ниже уровня моря, пресноводный водоем. Он лежит на отметке примерно 213 метров ниже уровня моря. По большому счету, Галилейское озеро это такой вулканический кратер остывшего вулкана, лежащий в так называемом сирийско-африканском разломе. Это такая полоса, по которой проходит разделение, собственно говоря, Азии и Африканского континента. Вот именно на берегах этого самого озера Кенерет во времена жизни Спасителя происходили чрезвычайно важные вообще для всего мира и в особенности для нашей с вами христианской православной веры события, о которых нам имеет смысл вспомнить и поговорить. Ну, для того, чтобы положить начало нашему знакомству с этими местами, наверное, имеет смысл вспомнить о той самой важной проповеди, которая была произнесена Спасителем в окрестностях Галилейского озера в самом начале своего служения. Ну, по всей вероятности, проповедь с подобным содержанием произносилась Спасителем не один раз, потому что, например, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки одно и то же примерно содержание передается в разных обстоятельствах. У святого апостола Луки Господь произносит эту проповедь, которая передана святым апостолом Лукой сравнительно кратко, с берега лодки. Как, собственно, Господь нередко и делал, собирая свою аудиторию на берегу. Благо Галилейское озеро достаточно тихое, в особенности днем. Ветра там поднимаются, как правило, ближе к вечеру, когда резко падает температура, меняется погода. А днем окрестности озера достаточно тихие, и поэтому Спаситель нередко делал так, что утром, как мы знаем, он просил рыбаков возможности с бортов их лодок учить собравшийся на берегу народ, используя лодки как бы такую учительскую кафедру, как бы такое естественное возвышение, с которого он мог обратиться к собравшемуся во множестве народу, так, чтобы каждый мог его видеть и слышать достаточно хорошо. И вот в одном случае как раз-таки эта проповедь была обращена с лодки, а в другом была произнесена на вершине горы. Ну, скорее назвать эти горы можно холмами, но тем не менее, опять же, в представлении древних евреев холмы и горы мало в этом понятии отличались друг от друга. И благодаря тому, что именно с вершины горы эта проповедь была произнесена, она и получила такое вот историческое и в такой исторической памяти название проповеди на горной, то есть произнесенной на горе. В Евангелии от Матфея эта проповедь передана наиболее полно, она занимает более двух глав, пятую, шестую и частично седьмую главы. Наиболее важной частью этой проповеди являются так называемые заповеди блаженств, которые сравнивают с дикологом, с десятью заповедями закона Моисея. Святые отцы говорят о том, что подобно тому, как на вершине Синая Моисею, а через Моисея всему богоизбранному народу были сообщены те десять заповедей, которые должны были вести ветхозаветное общество к спасению, должны были привести его к Спасителю, так на холмах Галилеи, в своей нагорной проповеди, Господь дал новые заповеди, заповеди, уже ведущие к нравственному совершенству тех, кто готов их исполнить. Мы с вами за каждой практически литургией, ну то есть практически каждый день, можем слышать эти заповеди блаженств, которые обычно исполняются в качестве третьего антифона за литургией. Напомню вам эти слова, хотя наверняка большинство из тех, кто нас смотрит, конечно, хорошо знают эти слова. «Блаженние, нищие духом, якотех есть царствие небесное», говорит Спаситель. «Блаженние, плачущие, якотие утешатся. Блаженние, кроцы, якотие наследят землю. Блаженние, алчущие, жаждущие правды, якотие насытятся. Блаженние, милостивие, якотие помиловы не будут. Блаженние, чистие сердцем, якотие Бога узрят. Блаженние, миротворцы, якотие сынови Божии нарекутся. Блаженние, изгнанные правды ради, якотех есть царствие небесное. Блаженние, из те, икда поносят вам, и жденут, и рекутся, как зло глагол, на вылжущие, меня ради. «Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваше много на небесех». Ну, конечно, вот в этих кратких по форме наставлениях спасителя содержится вся глубина того нравственного учения, которое он благоволил принести на землю и даровать человечеству для того, чтобы оно имело путь нравственного совершенствования. Замечательное совершенно объяснение этим заповедям дает наш великий святитель и учитель веры епископ Игнатий Бринчанинов. Он обращает наше внимание на то, что все эти заповеди теснейшим, глубочайшим образом связаны друг с другом. Одна заповедь вытекает из другой. Они являются как бы ступенями, восходя на первую из которых, человек может положить основание всей своей добродетельной жизни и затем уже перейти к следующей ступени своего совершенствования. Он объясняет внутреннюю логику заповеди блаженств примерно таким образом. «Блажение нищие духом, потому что их есть Царство Небесное». Многие люди недоумевают по поводу вообще вот этого выражения, что означает нищета духовная. Нищета духовная означает особенное состояние души, которое можно другими словами выразить как смирение. Человек в своем духе ничего в этом мире не считает своим, кроме грехов. Человек оказывается по отношению к Богу в роли просителя, который не обладает ничем, не обладает никакой добродетелью, не обладает никаким даром, не обладает никаким достоянием. Все, что у него есть, он целиком и полностью приписывает Богу. В каком-то смысле нищета духовная – это альфа и омега, это начало и конец любого христианского делания. Если человек зайдет на самую, как ему кажется, высшую ступень добродетели, но при этом утратит вот это первоначальное состояние духовной нищеты, ощущение того, что сам он ничего не представляет собой пред Богом, перед небом, то все прочие добродетели, которые, как ему кажется, он имеет, посыпется, как карточный домик, лишенный этого единственного, возможного для духовной жизни основания. Все, что не строится в духовной жизни христианина, строится, в первую очередь, на духовной нищете, на смирении, на чувстве своей полной зависимости от Бога, от божественной благодати, от божественного произволения спасти человека. Вот из этого состояния духовной нищеты естественным образом по учению святителя Игнатия Бринчанинова и других святых отцов рождается духовный плач. Естественно, нищему плакать о своей нищете, естественно, оплакивать лишение душой всяческой добродетели, всякого приобретения. нищета духовная рождает в душе человека плач, а плач всегда рождает утешение, поскольку именно этот плач, плач, не обязательно сопровождающийся телесным источением слез, а в первую очередь отражающий вот это молитвенное припадание души к Богу, постоянное оплакивание своего несовершенства, он неминуемо вызывает божественное внимание, божественное нисхождение, и человек в самом этом плаче, внутреннем плаче, в который погружается его душа, начинает чувствовать, ощущать свет того божественного утешения, который начинает свидетельствовать человеческой душе кающегося грешника в свое божественное снисхождение, в свое милосердие, в свою надежду на спасение. В этих словах заключена вообще вся формула спасения человеческой души. Блажение плачущее якоти утешится. Это именно то самое, о чем учит нас преподобный Силуан Афонский, вернее, чему научил преподобного Силуана Афонского Дух Святой, а через Него и научил нас. Держи унту и ладя, но не отчаивайся. Покаяние человека никогда не должно переходить в уныние и в отчаяние. Оно всегда должно сопровождаться надеждой, а надежда всегда дарит человеческой душе божественное утешение. Это состояние плача и духовной нищеты естественным образом рождает в душе человека кротость, состояние внутренней тишины, тихости. Человека уже не приличают какие-то шумные увеселения, развлечения этого мира. Он избегает их, он хочет сохранить ту духовную тишину, которая поселилась в его душе. Он уже не находит радости в том, чтобы устраивать свары, ссоры, раздоры со своими ближними. Он всячески стремится оберегать тот внутренний духовный мир, который уже почувствовал в своей душе благодаря тому утешению, которое подается плачущим, кающимся. И поэтому кротость становится его естественным свойством. Из этой кротости рождается следующее блаженство, о котором Господь говорит, плажение алчащие, жаждущие правды, якотие насытятся. Правда, Божия это то состояние, которое начинает руководить всеми поступками, мыслями и делами человека. Это то, чего человек начинает более всего искать на земле, находясь вот в этом духовном, одухотворенном состоянии правды Божьей, то есть исполнение воли Божьей во всякое время, на всяком месте в своей земной жизни. И это единственное на земле, что действительно может насытить человеческую душу, напитать, наполнить ее. Все остальные, все остальное, зачем стремиться, зачем гонится человек в своей земной жизни, имеет такое свойство заканчиваться, оскудевать, прекращаться. Лишь правда Божия, вечная, не имеет конца, и поэтому может дать человеку ощущение вот этой внутренней наполненности, которой Господь выражает словом насытиться. Естественно, что такой человек вступает и на следующую ступень блаженства. Блажение милостивей, говорит Господь. Человек, который испытал милость Божию к себе, подобным же образом начинает ощущать милость Божию и ко всем прочим людям, которые его окружают, не только к людям, ко всему миру. Он начинает чувствовать ту милость Божию, которая разлита в этом мире, и которую человек зачастую не замечает в своем сердечном духовном ожесточении, в котором, к сожалению, находится под воздействием своего плотского мудрования, под воздействием своих страстей. И вот эта милость Божия, которую чувствует человек, разлитую во всем окружающем мире, естественно касается и его сердца, и он начинает испытывать подобные же чувства, подобные расположения и сам. Ну и понятно, что человек, который наполнен этой милостью, сам будет помилован Богом в день страшного суда. И наконец из вот этих вот духовных состояний, из тех добродетелей, которые приобретает человек на пути исполнения заповеди блаженств, приходит то особое состояние, которое Господь называет сердечной чистотой. Блажение, чистее сердце, мякотие Бога узрят. Каким образом человек может увидеть этого незримого Бога? Есть самые разные тоже степени вот этого боговидения, которого сподоблялись святые отцы, да и просто вообще христианские подвижники и любые христиане, которые проводили свою жизнь на согласии с заповедями блаженств. Первой ступенью вот этой сердечной чистоты, дающей зрение Бога, является то, что человек начинает ощущать красоту созданного Богом мира. Он начинает видеть в мире Творца этого мира. Он начинает видеть, с какой любовью Господь сотворил этот мир, сколько разлив в нем красоты, насколько прекрасно все, что создано Богом, все то, что нас окружает. Вот это чувство радости от окружающего мира, это один из таких явных, ясных признаков того, что душа человека очистилась и способна вкушать вот эту духовную радость сердечной чистоты. Ну, а по мере своего развития, по мере своего возрастания в добродетели человеческая душа способна познавать и видеть Бога и разными другими образами и способами. Она начинает видеть духовную красоту человеческой души, как сотворенной Богом. Начинает видеть человека не просто как надоедливого, неприятного соседа, как какую-то помеху в своих делах, или наоборот какое-то средство достижения своих земных планов, но начинает видеть человека таким образом, каким его видит Бог. видеть его глазами божественной любви. И это очень важное такое состояние для человека, умение видеть в другом образ Божий. Это тоже один из способов и одна из разновидностей вот этой божественной награды чистым сердцем. Якотии Бога узрят. Ну безусловно может сердце человека научиться видеть Бога и в словах Священного Писания, постигать глубину его замысла, постигать красоту божественных планов, постигать красоту божественной добродетели. Это тоже определенное видение, зрение Бога, которое дается человеческой душе. Ну и наконец, на высотах молитвенного делания человек бывает способен видеть Бога как божественный свет, который сопровождает собою все творение. И Господь открывается человеку через свои нетварные божественные энергии, через тот фаворский свет, очевидцами которого были ученики Спасителя на вершине горы Преображения. Но все это уже такие достаточно высокие степени добродетели, которых, конечно, может быть, нам с вами полезно помнить, но неполезно может быть бывает как-то пытаться себе их присвоить раньше времени и прежде, чем мы действительно пройдем все те пути и ступени добродетеля, о которых говорит Господь, и которыми он нас ведет в этой жизни. Человек, освященный деланием вот этих заповедей, становится миротворцем. Блажение миротворца, говорит Господь, и о котии сынови Божия нарекутся, потому что они назовутся сынами Божиими. Кто такие миротворцы? Это те самые, о которых говорит преподобный Серафим Саровский. Чадо, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Человек полный этого божественного мира, начинает изливать его вокруг себя. Обратите внимание, как часто человек полный какой-то нездоровой демонической энергии способен закрутить вокруг себя в каком-то совершенно нездоровом ключе, перевернуть просто жизнь всех окружающих, не говоря о своей. вокруг такого человека все идет наперекосяк, спорятся только какие-то злые дела. Человек распространяет вокруг себя вот такую демоническую бесовскую активность, распространяет вокруг себя вот такой дух разрушения. Это очень, к сожалению, нередкое явление, с которым мы сталкиваемся в своей жизни. и поэтому противоположностью этого состояния является состояние миротворца, когда душа человеческая распространяет вокруг себя мир Божий в такой степени, что все каким-то таким незаметным, зачастую тихим, неприметным образом начинает само как-то налаживаться, устраиваться и устанавливаться на каких-то таких правильных, прочных, твердых основаниях, положенных Богом. Все как-то начинает складываться и божественная помощь сопровождает такого миротворца на всех его путях, во всяком его делании. Человек, который сам хранит в своей душе мир, хранит этот мирный дух, он способен бывает передавать его и своим окружающим, и всем делам. И уже тогда становится совершенно ясно и очевидно, что такой человек относится к числу сынов Божиих, поскольку он исполняет заповеди Божии, уже не как раб, страшась наказание, но по любви, по той любви к Богу, которой полна его душа. Но при этом удел таких миротворцев, тем не менее, как ни странно, является следующей ступенью восхождения по лестнице добродетелей, блажение изгнанной правды ради, якотехи из царства и небесной. Очень часто, как это неудивительно, подобные люди начинают мешать тем своим ближним, которые водятся совершенно иным противоположным духом. Они начинают рождать в этих черных, завистливых, мрачных душах ощущение абсолютной такой непереносимости. не могут они ужиться вместе. Та правда, та воля Божия, которая столь явным образом проявляется в миротворцах, в тех, кто зашел ступенями добродетели, начинает раздражать, начинает становиться ненавистно тем, кто строит свою жизнь на совершенно иных основаниях. И поэтому закономерным исходом из этого становится как раз-таки изгнание отлучения подобных людей от общества тех, кто совершенно не согласен с ними в духе, образе мысли, образе действий. Но что же тогда становится их уделом? Не приобретя каких-то земных благ и отличий, они взамен этого приобретают Царствие Небесное, приобретают то, что дороже для христианина всех сокровищ этого мира. И поэтому Господь говорит, что блажение из тех, да поносят вам и ижденут и рекутся к золу глаголу на вылжущие меня ради. То есть, если нас всячески ругают, изгоняют и клевещут на нас ради Спасителя, то мы должны быть блаженны. Мы должны сами чувствовать себя блаженными. Мы должны радоваться этому, потому что это явный признак того, что Господь с нами. Если мы гонимы, если мы испытываем вот эти постоянные нападки, значит, мы проводим свою жизнь не зря, значит, мы раздражаем дьявола и его служителя на этой земле. И значит, надеемся получить вечную награду от Бога. Радуйтесь и веселитесь, и о комзда ваше много на небесах, говорит Спаситель. Обещая награду духовную, нетленную тем, кто решится утратить все земные сокровища, стяжания, привилегии, отличия на этой земле ради того, что единственно ценно и важно, ради исполнения его заповедей, ради исполнения его божественной воли, ради наследования Царства Небесного. Вот такая высота и в то же время такая глубина содержится в этом учении Спасителя, которые явились как бы новым дикологом, новыми скрижалями спасения, данными уже не через человека Моисея, но через Бога, человека Иисуса Христа. И это лишь, так сказать, квинтэссенция, наиболее, может быть, важная, возвышенная часть всей Нагорной проповеди, которую здесь мы с вами не будем подробно цитировать и разбирать, с которой каждый христианин должен ознакомиться в своем келейном, домашнем чтении Евангелия, вникать в это чтение, вникать в Слово Божие, стараться делать его близким своей душе, а себя самого делать причастником этого божественного евангельского учения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси 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 Внеси